Это еще две картины были написаны для кабинета правления Донецкой каменно-угольной железной дороги по просьбе предпринимателя Савва Ивановича Мамотова. За основу изображения взят сюжет из русской сказки о подземных царствах – золотом, серебряном и медном, каждым из которых заведовала своя царевна. Художник переосмыслил содержание древнего повествования и перенес на холст волшебных прелестниц, как аллегорическое представление природных богатств, скрытых в недрах земли. Его три царевны заведовали золотом, драгоценными камнями, каменным углем и железной рудой. Однако члены правления сочли работу неуместной для делового интерьера и в результате отказались от него. спустя несколько лет Васнецов написал еще одну версию полотна, немного изменив композицию и колорит. Переработанный вариант позже приобрел киевский коллекционер и меценат Иван Николаевич Терещенко. Изображенные царевны отличаются друг от друга по возрасту. Самая старшая из них медная, средняя золотая, младшая угольная. Именно в таком порядке человечество открывало для себя подземные богатства. Отсюда разница и в нарядах. Роскошные древнерусские костюмы на первых двух девушках и приближенные к современной на то время моде платье на третьей. Неодинаковые позы, вытянутые вдоль тела руки угольной царевны, придают образу открытость и душевную простоту. Противовес величавости и надменности остальных красавиц, которые изображены в замкнутых позах. Все фигуры четко и объемно вырисовываются на ярком фоне. В правом нижнем углу заметны еще две фигуры, склонившихся в почтение мужчин. Эти персонажи появились на картине намного позже, когда основной замысел художникам был уже воплощен. Холст можно разделить по диагонали на две части, написанные в контрастных оттенках. Вверх занимает вечернее небо, а низ – скала с исполинскими валунами. Легкая дымка серого тумана помогает получить цветовое единство. Казалось бы, выбранные композиционные и тональные решения должны были привнести динамику, но абсолютная статичность пост делает персонажи недвижимыми, словно уросшим ее в землю. Поражает также искусная проработка деталей одежды. Воснецов считается великолепным знатоком и мастером русских орнаментов.